всем привет ребят давно не виделись сегодня вам попробую рассказать вообще какая у нас ситуация на данный момент что мы делаем какие планы на ближайшие дни ну в общем что идем мы идем и значит в атлантике до сих пор через четыре часа подходим гибралтар и 11 числа вечера мы будем итальянском арестана шартованы начнут нас выгружать только с утра они кстати не работают ночью это очень хороший плюс у нас выгрузка будет два-три дня будет время подготовить следующий переход план перехода да там после план это для меня тоже очень важно бегать не это сильно такой не будет времени ночью достаточно дальше скорее всего пойдем на испанию испании возможно на исландию а вот кстати говоря watch alarm я расскажу немножко позже испанию потом исландия потом норвегия прошлый раз они бегали возможно такая же история повторится вот атлантика хожу вам немножко не удраяется то что здесь цвет совсем другой конечно в океане чем море много красивее тепло сегодня 21 градус как вообще супер чем это в тени вчера тренировались у меня появился кстати еще один спортсмен я так скажем вот учитель человек планирует жениться это наш холер из филиппин вчера тут бегал он целлофановым этом костюме быстрее сбрасывать вес как он считает потеть ну блин по моему мнению это не нужно есть солнце просто ты будешь бегать двигаться у тебя в любом случае калории будут сжигаться не надо себя так скажем насиловать такими методами пытаться сбрасывать вес очень быстро он все равно не уйдет за неделю даже за месяц за три месяца до как будет если ты будешь нормально заниматься и питание свое уменьшить ну короче будем тренироваться с ним на крышках сегодня сделал ограждение вот здесь веревку и здесь чтобы можно было проводить именно спарринг спарринг чтобы за борт не улететь погода вообще просто идеальная ребята красота даже зыби морской такой серьезные нет совсем слова не работа кайф в средиземном море будет такая же история там вообще редко очень штормит это это бывает осенью зимой один раз только вот за свой опыт подал как бы штормовой погоды именно в средиземном море так по спорту рассказал погода рассказал что вообще на мостике сегодня у меня во плану проверить вот аптечки нарылые которые уже очень старые на одной даже ну они конечно же были привезены давно 2003 году так то я смотрю здесь некоторые таблетки еще до 21 года вот это допустим просроченные уже то есть они не должны храниться тем более тем более fire locker story это мы пришел я в том контракте уже вроде все перебирал видео каждый раз чтобы находишь новое насуде сколько не прибирайся как приходишь на новый контракт какой-то хлам появится его естественно надо уничтожать я кстати там вижу очень много дельфинов ребят вам сегодня повезло сейчас я включу бинокль посмотрю не включу а просто посмотрю бинокль да ребят вам повезло мы сейчас будем проходить дельфинов причем их там очень много вот прямо перед нами они где-то в миле наверное скорее всего мы сейчас подойдем они за нами будут прыгать вчера только вспоминал что-то гердова дельфинов нет вот они родные он уже видно сюда прыгают любят они нас я надеюсь вам будет видно вон улетает но их тут наверное не знаю штук наверно 30 50 может видно не видно есть что видно уже не по размерам не маленький нифига касатки должен здесь появится с левой стороны подойдем поближе вон они смотрите красавицы красавицы мои ох блин просто огромные ну что-то они за нами не хотят быть они любят когда большие волны разбиваются а корпус судна они вот прыгают в районе бака радостные а сейчас что-то не какие-то неактивные особо вот поэтому ребят мне нравится моя работа вот смотришь что жизнь теперь даже в океане и просто радуешься вот ну давайте по навигации все-таки у меня же подписчики штурмана расскажу да и новшества кнопка я уже сказал да вот шалярм даже днем стоит у нас ночью без разговоров обязательного капитана указания вот дальше что дальше что по радару по радару у нас все было с ним дискуссия что ты сдаешь переключаешь на восьмую милю я прихожу принимаю вахту капитан но в океане идем как бы понятное дело можно и на сорок восьмую включить но в любом случае надо как бы следовать правилам периодически нужно переключать да и вообще как бы я за то чтобы как минимум на восьмой шкале ходить восьмимильный допустим у нас на судне уже на обоих радарах магнетроны подходят к концу и бывает так что они не отбивают маленькие суда а если будешь включать двенадцатимильную тем более будет проблема вот это раз точнее это уже второй момент да вот по этой шкале я вроде его убедил сегодня пришел на восьмая шкала стоит даже удивительно но true motion и тоже по его требованию но я переключаю когда мне надо я уже говорил во многих видео что безопаснее в море использовать true motion ооо relative motion потому что много судов надо расходиться некогда там теленга брать там и так далее да true motion тогда вы к ягодной стоянке приходите когда идете с лоцманом вот как бы это удобно вот движется только то что надо видеть да то что движется то что не движется вот этот момент вот так 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 и что еще вахта у нас ночная сейчас стоит ну зато не скучно в принципе общаемся английский да какой-никакой все общение оно очень полезно у нас только двое получаются иностранцев иностранцы русские иностранцы всего экипажа 2 русские остальные у нас капитан норвег остальные филиппинцы всего у нас 9 человек кто еще не в курсе как-то так так и живем уже привычно первые контракты было тяжко встаешь на думать на английском час уже вообще типа же привыкаешь люди нормальные позитивные все все настроились уже работать аж до декабря кто-то и до конца 22 года там тоже в курсом канале шли лосман рассказывал что некоторые филиппинцы уже сидят там больше года 14 месяцев контракта 15 еще неизвестно сколько они просидят потому что они границы тоже закрыты как и у нас такая вот фишка не здоровая а в россии как она будет не знаю даже сейчас вот идем новостей уже неделю вообще никаких что творится переживаешь все равно за свою страну до близких друзей как ни крути надеюсь что будет хорошо все наладится все ребята у меня на этом заканчивается ролик надеюсь скоро его загружу всем покидал